Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о своих новых лайфхаках по Турции, часть третья. Во-первых, если вы едете в Турцию или в Египет, в любую страну, прежде всего узнавайте цены на мобильную связь. У нас мобильная связь была не очень дорогая, 15 рублей за входящий или исходящий звонок, это немного, но все равно зачем этим злоупотреблять, если есть альтернативы. Какие у нас альтернативы? Всегда узнавайте, есть ли в вашем отеле бесплатный Wi-Fi. У нас, к счастью, был бесплатный Wi-Fi, он был на ресепшене, он был в некоторых номерах, он был в районе бара и также был на пляже. Все это было бесплатно и поэтому связаться с родственниками вполне можно было через социальные сети. Кроме того, если вам хорошо все-таки хочется поговорить с родственниками, то можно воспользоваться альтернативой в виде бесплатных приложений. Например, в WhatsApp. По нему можно разговаривать как по телефону, но при этом тратя не деньги, а просто пользуясь мегабайтами интернета и Wi-Fi. То есть, это очень удобно. Затем, если вы едете в Турцию, хорошо бы знать какие-то начальные сведения английского языка. Потому что там поголовно все турки знают турецкий язык, знают разговорный английский язык, часто знают немецкий и не всегда знают русский язык. Либо делают вид, что они его плохо знают. Это очень неудобно, потому что начинаешь что-то говорить, а они тебе начинают отвечать по-английски. Я, например, учила в школе и в институте французский язык, я его очень любила и так далее. Английский я знаю всего лишь несколько слов, с трудом могу что-то отдельными словами сказать. Поэтому это очень неудобно. Хорошо знать английский язык везде. Кроме того, обязательно, если вы вдруг в Турции решили посетить аквапарк, но это относится не только к Турции, а вообще везде, обязательно берите с собой какой-нибудь не новый и не самый любимый ваш купальник. Потому что протереть свой купальник можно очень быстро. Я, например, протерла свой любимый купальник в аквапарке, но это было в Геленджике, в Золотой бухте. Кстати, кому интересно, можете посмотреть. Это плейлист аттракционы, там мы съезжаем с разных горок. Так вот, я протерла свой самый любимый купальник. Просто мне лень было переодеться, я в нем фотографировалась, а потом решила съехать с пары горок и протерла купальник. И все, теперь мой любимый купальник можно выбросить, потому что на нем, на самом интересном месте, две большие дырки. Затем, хорошо, когда ваш отель находится на берегу моря. Вы захотели, пришли на море, захотели, ушли на море, ни от кого не зависите. Но так бывает, к сожалению, не всегда. Например, наш отель находился на значительном расстоянии от моря, и поэтому нас на море возил бесплатный автобус. В 10 утра и в 11 утра туда, а обратно в 16 и в 17 часов вечера. Это было нормально, в принципе, но при той погоде, жаркой, в принципе, я бы хотела оставаться на море еще на часик-полтора. Потому что ужин начинался в 7 часов, а с 5 до 7 нам приходилось или болтаться в бассейне, или немного гулять неподалеку, чтобы дождаться ужина. В принципе, мы бы с удовольствием уезжали с моря в 6, а то и в полседьмого. Но не мы это решаем. Затем, если вы выбираете отель, как нужно выбирать именно вашу концепцию отеля? Желательно выбирать отель, в котором либо все включено, либо завтрак-ужин, то есть полупансион. Этого вполне достаточно, если вы едете, допустим, с детьми. А, например, просто завтрак, это будет, конечно, недостаточно. Потому что за завтраком не очень ты хочешь кушать, и вообще на целый день за завтраком не наешься. Поэтому выгоднее всего это завтрак-ужин или все включено. Алкоголь нас, например, не интересовал, поэтому завтрак-ужин нас вполне устроил. Мы ездили на завтрак-ужине в Египте, и все нас вполне устраивало. Затем, обратите внимание, где находится ваш отель. Например, наш отель выходил нашими окнами на мечеть. Мечеть была неподалеку, и поэтому каждое утро я просыпалась в 5 утра, потому что мой дзин с помощью усилителей звука призывал правоверных на молитву. Я выходила на балкон, и у меня создавалось впечатление, что многие правоверные прекрасно продолжают спать, а я вот православная христианка встала и смотрю, хотя мне это абсолютно не нужно. Поэтому лучше всего, если у вас чуткий сон, как у меня, брать с собой беруши или легкое травяное снотворное. Но это не всегда так бывает, потому что у нас окна выходили на мечеть, а, например, у наших приятельниц они выходили чуть-чуть в другую сторону, и все, их абсолютно ничего не беспокоило, они ни разу не просыпались в 5 утра. А я просыпалась практически каждый день в 5 утра. Но все равно удовольствия от Турции гораздо больше. Затем я хотела бы вас предупредить, что обязательно, если вы идете на пляж для детей, нужно брать обязательно круги, жилеты на рукавнике, потому что даже если ребенок купается на мелководье, вот эти длинные мощные волны Средиземного моря могут его испугать, потому что они буквально кидают вас со стороны в сторону. Это довольно забавно, но дети пугаются. Мой ребенок даже первое время боялся этих волн и надевал и жилет, и круг. Это было очень забавно, у меня даже сохранились фотографии. Затем водные развлечения. Водные развлечения там такие же, как и у нас, на Черном или на Азовском море, но стоят примерно в 2 раза дороже. Например, мы катались на Черном море на банане 300 рублей, таблетка 400 рублей, а здесь 10 евро. Но сравните, 700 рублей больше, чем в 2 раза дороже. Поэтому лично мы предпочли сэкономить деньги, потому что зачем кататься на том, на чем мы катались, и платить в 2 раза дороже. Но это кому это важно. Кроме того, обратите внимание на денежные единицы. Значит, 1 турецкая лира по официальному курсу стоит 21 рубль 22 рубля, но турки продают за 25 рублей, то есть наживаются так прилично на нас. 1 доллар стоит около 3 лир, примерно 2 лиры 90 курушей. Но получается так, я вынесла из себя, что самое выгодное, это купить у нас в России доллары и привезти туда доллары, и все покупать за доллары. Но обязательно при этом торговаться, потому что турки всегда завышают цену, и торговаться с ними нужно всегда. Они ее действительно завышают и потом действительно очень хорошо скидывают. Затем, что я хочу сказать по безопасности. Сейчас, когда мы отдыхали, я думаю, там было довольно безопасно, потому что полные отели, полные пляжи были заполнены именно иностранцами. Там было много немцев, англичан, поляков. Наши русские были, причем не в таких больших количествах. Например, когда я хотела попросить кого-нибудь сфотографировать нас, то я пыталась найти русских людей и все время попадала на иностранцев. То есть русских там не так уж много. Я думаю, что если иностранцы едут отдыхать в Турцию в данный момент, то значит она действительно сейчас на данный момент безопасна, потому что иностранцы гораздо более осторожнее русских людей. Они бы не поехали туда, где было бы опасно. Это мы такие бесстрашные, ничего не боимся, и везде лезем куда, в принципе, лезть не нужно. Поэтому если там есть иностранцы, то в принципе можно отдыхать. На этот раз вот это все мои лайфхаки. Подписывайтесь, смотрите мой плейлист Турции, смотрите мой плейлист Египет. Надеемся, его скоро откроют. До свидания, удачи всем!